Музыка Самбо это уникальный национальный вид спорта нашей страны. Самбо 70 это школа боевого искусства. Уже более 45 лет наши выдающиеся тренеры готовят наших спортсменов. Давайте посмотрим, как это происходит. Музыка Борьба самбо это уникальный национальный вид спорта нашей страны. Он популярен не только среди мужчин, но и женщин. Давайте зададим несколько вопросов нашей чемпионки мира, Европы и России Ани Харитоновой. Анна, у вас столько регалий, я даже, честно говоря, просто запуталась вообще. Смотрите, вы чемпионка мира, Европы, России, универсиад. Первых европейских игр. В 2008 году я участвовала на Олимпийских играх в Пекине. И только с 2012 начала заниматься самбо. И сразу выиграла чемпионат России, мира, Европы. В моем весе лидеры это белорусская спортсменка, болгарская, спортсменка из Туркменистана. В принципе слабых у нас нет. Вот недавно японская спортсменка появилась, хорошая девушка. Играет музыка. Ворьба самбо расшифровывается как самообороны без оружия. Юрий Николаевич, у вас в этом году два потрясающих знаменательных юбилея. Это 90 лет со дня рождения. И годовщина золотой свадьбы. И 70 лет победы над фашистами. Самая интересная и важная медаль за отвагу. Вот ее надо почистить, она уже потемнела. Орден победы первой степени. Монгольский орден. Это за прессу. Мне много раз пришлось вплотную встречаться с немцами. Освобождаем деревню белорусскую. С крыши деревенского дома на меня прыгает фашист. Тяжеленный, как мне тогда показалось. Я лицом прямо в грязь, он сел на меня верхом и начал меня душить. А пальцы у него как стальные гвозди впились в горло. Если бы я не занимался самбо, я там бы и остался. Вот в этой брошюрке я написал свои впечатления о войне. И в том числе о роли самбо в Великой Отечественной. Мы обязательно прочтем эту замечательную книгу. Но нас Юрий Николаевич предупредил, чтобы мы не читали ее на ночь, поскольку она действительно очень тяжелая. Здесь сказана вся правда о Великой Отечественной войне. О том, что фашисты действительно умели драться. Они были очень серьезными противниками. И если бы не самбо, то, скорее всего, этой встречи... Книжки бы не было, и меня не было. Да, и нашей встречи могло бы просто не состояться. Это совершенно точно, да. Анатолий Аркадьевич – это довоенное мое освоение самбо, которое помогло мне остаться живым в жутких, тяжелейших условиях фронта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самбо – это уникальный национальный вид спорта нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова